Валерий Корешков – автомобилист с 30-летним стажем. Однажды в пути с ним произошел досадный случай. Закончилась стеклоомывающая жидкость. Пришлось покупать средства на обочине дороги. И все бы хорошо. Однако здесь Валерия ожидал неприятный сюрприз. Я даже не стал спрашивать никакие документы, сертификаты качества, так как мне надо было ехать дальше. Я просто купил эту незамерзайку, залил в бак для жидкости. И через 15 километров во время движения она у меня просто замерзла. И как таковые дворники у меня перестали работать, очищать лобовое стекло. Это был урок на всю жизнь, рассказывает мужчина. Средства в непроверенных местах он больше не покупает, да и другим не советует. А чем руководствуются при выборе стеклоомывающей жидкости другие водители? Я беру в магазине, пусть она немножко дорогая, там 198 рублей, но зато она эффективная. Я работаю водителем, я от качества незамерзайки. Здоровье зависит и мое, и пассажиров. Они говорят, что надо 30-40 градусов держать. А на самом деле она может замерзть при 20, и машине будет конец. Поэтому я на это дело не надеюсь. Или водкой заливаю чистой, или, если есть, спирт. Не жалею. Для моей ласточки она 2004 года, потому что с ней шутить нельзя. Я, как правило, выбираю что-то такое среднее. Например, сейчас что-то из того, что стоит 200 рублей. И по поводу запаха, как попадет, запах вторичен. Главное, чтобы она работала по своему прямому назначению. Нужно брать в проверенных и надежных местах. В одном и том же месте, когда берет человек, он уже знает. Поэтому даже если будет некачественный товар, я знаю, что я приеду сюда и скажу, что я его скупил, некачественный товар. И они мне, по всякому случаю, как компенсируют. В принципе, при идеальных условиях, да, этикетка должна качественно наклеена, там ровно, да, так не отрываться. Крышка должна быть, соответственно, чтобы она видно, что она упакована, там, скажем так, в заводских условиях, не в кустарных. Запаху, в принципе, не должно быть никакого. Ну, если, конечно, не будет добавлен какой-то ароматизатор. Все-таки у меня в машине еще ездят дети, и не дай бог они надышатся непонятно чем, будет не очень хорошо. Потом отравление, голодные боли. Поэтому только в специальных магазинах. Для продавцов незамерзайки сейчас самый сезон. С яблоком, апельсином и даже дыней. На прилавках магазинов выбор огромный. Обычные изготовители берут за основу изопропиловый спирт. Вещество резко пахнет, однако и это можно исправить. И чтобы вот этот запах перебить, производители добавляют всевозможные отдушки. Поэтому обращаем внимание для потребителей, чтобы люди не боялись, если открывают стеклоомывающую жидкость и идет резкий запах, так это, наоборот, подтверждение того, что товар качественный. А вот недобросовестные производители часто используют метанол. Спирт относительно дешевый, обладает хорошими моющими свойствами и не имеет запаха, однако представляет опасность для жизни человека. Но есть один нюанс. Что изопропанол, что метанол не являются полезными для нашего здоровья вещества. Запах у них резкий, это неприятно. У некоторых действительно особо чувствительных людей может наблюдаться головокружение и от того, и от другого. А слепнуть от того, что в незамерзайке находится метанол, нельзя, если ты ее не пьешь. Слепнут люди от продуктов превращения данного спирта в организм. Специалисты отмечают, лучше приобретать незамерзайку только в специализированных точках продаж. Перед покупкой нужно внимательно читать состав и не стесняться попросить документы, гарантирующие качество товара. А в некоторых магазинах продавцы даже предлагают понюхать средства. Итак, мы купили три вида незамерзайки. На заправке, в магазине и на обочине дороги. Сейчас будем проверять на морозоустойчивость. Предварительно мы разлили их по емкости. Кто выдержит испытание холодом, узнаем уже через несколько часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова